Туристы это очень хорошо. Это великая глупость, если кто-то выступает против туризма. Туристы это очень серьезный приток капитала в регион. Поэтому ни в коем случае нельзя на самом деле отпугивать туристов. То, что я знаю, это где-то в районе Туапсе, там произошел конфликт с поножовщиной, с огнестрельным оружием. Там есть раненые, по-моему, трое чеченцев, их там очень серьезно фобили. Некоторые из них получили ранение. Туапсе, скажи, пожалуйста, почему, когда чеченцы в злости, говорят сюли, а в другое время братья дагестанцы? Это неправда. Не говорят сюли, когда в злости. Сюли это нормальное слово, которое означает дагестанцы. В Краснодаре армяне с чеченцами подрались, кто что за конфликты. Насколько я знаю, вообще сейчас какое-то изобилие этих конфликтов межнациональных. Очень много каких-то внезапных пожаров на территории России, вы заметили, там какие-то склады горят, магазины горят, боеприпасы горят. И везде происходят хлопки, возгорание, кто-то курит в неположенном месте. И вот вместе с этим почему-то растут какие-то конфликты межнациональные. И на этом фоне, то, что ты спросил из того, что я знаю, это где-то в районе Туапсе, там произошел конфликт. Но там более серьезный такой конфликт с поножовщиной, с огнестрельным оружием, не знаю, травматическое или боевое. Но там есть раненые, по-моему, трое чеченцев, их там очень серьезно фобили. Некоторые из них получили ранение, огнестрелят оружие. В общем, кто-то с ножевыми там попал в больницу. Но помимо этого, сейчас я обратил внимание на Дагестан. Очень много сейчас таких инцидентов происходит в Дагестане с туристами. И я пока не могу дать свою оценку. Это что? Это какой-то заказ? Это специально делается? Либо это просто реально так происходит? Люди сами это делают? Но сейчас почему-то целенаправленно как-то Дагестан пытаются в России демонизировать его как-то максимально. Уже несколько инцидентов, когда туда приезжают туристы и за их какое-то поведение, они не соответствующие нашим традициям, по дресс-коду или по поведению, неважно. На них прям жестко наезжают, до рукоприкласса там где-то доходят. И это разлетается по различным группам. Разумеется, там в России все сидят и ужасаются. Дагестан ни в коем случае нельзя, Махачкалу нельзя. И некоторые блогеры популярные приезжают. Опять тоже плохо говорят о Дагестане. И спроста ли это? Вот что интересно. Я надеюсь, что это не какая-то специализированная такая тема, подготовка к чему-то, к какому-то большому кипишу. Надеюсь, что не для этого. Но это очень подозрительно, что такое внимание сейчас, именно негативное, обращено на Дагестан. Туристов сейчас куча на Кавказе, в связи с тем, что не вариант выехать за границу, потому на Кавказе все так участились негативные случаи. Смотрите, туристы это очень хорошо. Это великая глупость, если кто-то выступает против туризма. Туристы это очень серьезный приток капитала в регион. Поэтому ни в коем случае нельзя, на самом деле, отпугивать туристов. То, что туристы себя ведут неподобающе, это нужно пресекать. Нужно делать так, изначально создавать условия, чтобы туристы не вели себя неподобающе. Но пугать туристов ни в коем случае нельзя. Если что-то происходит, таких туристов, которые, допустим, нарушают, с этими туристами должны работать специальные органы, им иметь свою государственность. Для нас будет важно, чтобы мы были привлекательны для туризма, чтобы к нам ехали, посещали нас удовольствием. При этом с удовольствием соблюдали наши правила, не нарушали их, но знали, что даже если они их нарушат, с ними не поступят по беспределу, а с ними поступят так, как положено по закону. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать вот эти вот беспредельные какие-то прецеденты. С этими людьми, по идее, должны работать специальные органы. Это полиция. Если вы когда-либо бывали в Арабских Эмиратах, то прямо рядом с Эмиратом Дубай, который является таким туристическим раем, там все, в принципе, полный зеленый, никаких ограничений нет, кроме каких-то явных. Но там, допустим, распитие спиртных напитков в каких-то заведениях, кальяна и так далее, это все нормально. Но прямо рядом с Дубаем, между этими Эмиратами, нет даже какого-то пустыря или реки. И они прямо, ты едешь, и вот ты переходишь из одного Эмирата в другой. Есть Эмират Шарджа. Вот в этой Шардже, там уже все гораздо строже. Запрещены, например, кальяны в кафешках и так далее. Разумеется, распитие спиртных напитков. И в Шардже не может турист в своем купальном наряде, в плавках или в купальнике девушка, они не могут идти по улице. То есть, вот та зона, пляж, где они купаются, или, например, их отель, где они остановились. Вот на этой территории, там все отели с бассейнами, всякими джакузями. Вот там внутри, пожалуйста, в своих купальниках, в плавках купайтесь. Вот на пляж пришли, пожалуйста, там тоже, это ваша территория, зона. Но из гостиницы идете на пляж, будьте любезны, одевайтесь подобающе. И если ты не оденешься, например, ты выйдешь, нарушишь, что с тобой произойдет? Позвонят в полицию, или если они будут приезжать, там будет полиция, увидят, остановят. И окажутся в соответствии с действующим законодательством. То есть, вот такая вот должна быть мера, и приезжающие туристы, они должны знать эти правила. То есть, основой является то, что изначально все это должно быть открыто. Люди должны понимать, что можно, что нельзя, что соответствует нормам, что противоречит этим нормам. Чтобы они были защищены. То есть, если ты знаешь, что ты защищен. Если ты, зная, нарушил, то тогда ты должен ответить за это по закону. Но беспредел, конечно же, недопустим. Поэтому то, что в целом какая-то антитуристическая аура создается, это плохо. Это плохо, что туристы будут бояться посещать, это очень плохо. Наоборот, надо создавать благоприятные условия для того, чтобы туристы ехали. И при этом создавать такие условия, чтобы они не нарушали правила. Ответственность за ненарушение в первую очередь лежит на власти. Нам надо с вами смириться с тем, что мы в первую очередь, вот та власть, которую мы избрали, над собой поставили. Эта власть должна заниматься, создавать все, все условия для того, чтобы комфортно люди могли жить не нарушая. А если они этих условий сами не создают, то перекидывать эту ответственность на туристов, на граждан, это неправильно. Такая власть нас не устраивает. Вот после того, как эта власть сделала все необходимое для того, чтобы предотвратить возможные нарушения. Если они все равно, такие нарушения происходят, вот тогда уже нужно наказывать. Но в соответствии с законом. Томсо, добрый вечер. Как ты относишься к русскому народу? Спасибо. Я к людям отношусь нормально, вне зависимости от того, как к какому народу они принадлежат. Нормальным людям отношусь нормально. К нехорошим людям отношусь нехорошо. Какие-то такие националистические предпочтения, там, фашистские, не имею. Томсо, скажи, пожалуйста, почему, когда чеченцы в злости, говорят сюли, а в другое время братья дагестанцы? Это неправда. Не говорят сюли, когда в злости. Сюли это нормальное слово, которое означает дагестанцы. У нас на чеченском языке дагестан это сюли, мы не говорим, когда мы злые сюли. Другое дело, что там, когда они злые, что-то они, может, добавляют еще к этому как-то, что-то сказать. Но само по себе это слово не является нарицательным, плохим. На это не нужно вообще как-то обращать внимание. Это такое обобщенное слово, означающее его дагестан и дагестанцы. Так у каждого народа дагестанского есть свое название в чеченском языке. Но когда вот обобщенно говоришь дагестан, говоришь сюли, а в дагестане говоришь сюли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok